привет всем в этом уроке мы начнем моделировать вот такой вот шлем примерно такой с небольшими изменениями но как референс как образец для начала это будет первый из серии уроков по моделирование этого шлема я буду использовать аддон screencast keys чтобы были видны все клавиши которые я нажимаю если не совсем понятно то как я их озвучил вначале добавляем mesh цилиндр количество сегментов 16 делаем уменьшим затем я хочу так удалить одну грань переходим в edit mode режим редактирования удаляя нижнюю грань faces и затем я хочу заузить верхнюю часть нашего цилиндра выделяя верхний face control b добавляем модификатор battle оттягиваем нашу мышку крутим колесо добавляем несколько граней верхний круг старайтесь делать примерно таким поменьше не больше чем этот иначе будет слишком большая плоскость наверху нашего шлема и добавляем также сюда еще дополнительное ребро control b подтягиваем его вверх и также я бы хотел немножко укоротить нижнюю часть нашего шлема переходим прозрачный вид чтобы выделить насквозь все наши вершины нажимаем g подтягиваем вверх перемещаем все наши вершины повыше по оси z g z переходим в режим выделения граней и сейчас мы сделаем здесь отверстие для рта и для глаз выделяем здесь две грани с зажатым шифтом и здесь 4 нажимаем делит или x чтобы удалить эти грани и обычно использую длит примерно что-то начинает вырисовываться выделяю 4 грани над глазницами нашими и здесь мы сделаем небольшой козырек дублируем наши грани для того чтобы сделать из них отдельный объект дублируем наши грани и selection теперь это у нас отдельный объект но для того чтобы работать с ним нам нужно перейти в object mode и выделить его отдельно видим что у нас выделен иногда просто все это вместе вы остается выделенным с основным объектом от которого это было отделено на сейчас мы видим что он уже выделен только он после того как мы отделили эти несколько фейсов или эти несколько граней в качестве нового отдельного объекта переходим в object mode выделяем только этот объект опять переходим в edit mode и выделяем ребро так мне опять нужно включить screencast keys чтобы было видно клавиши которые я использую 5 размер фонт сайз увеличу mouse сайз тоже увеличу так мы выделили грань посередине control battle растягиваем не добавляем дополнительных ребер также нажимаем слэш на клавиатуре чтобы выделить только этот только этот объект затем что мы делаем мы сейчас добавим толщины этому объекту нажимаем ну мы не просто про экструдируем а мы про экструдируем вдоль нормалей если мы просто про экструдируем этот объект вот тогда вот м я нажимаю экструд что у нас получится у нас получится что-то вот такое четко вперед экструд у нас будет control z но если мы про экструдируем вдоль нормалей то у нас получается будет экструд под тем углом под которым каждый фейс каждая грань для этого я зажимаю alt е выбираю long normals и экструдирую аккуратненько вот мы видим да что у нас получилось не четко вперед а каждая грань под своим углом экструдируется так теперь я хочу выделить эту нижнюю грань и про экструдировать ее вниз и z тяну ее вниз также нажимаем scale y отскейлим нижнюю часть вот этой защитной перегородки для носа смотрим что у нас получилось переходим в object mode выделяем основную часть шлема сейчас будем работать с ней выделяем вершины режим выделения вершин и сейчас я хочу прочертить ножом новые ребра нажимаем ok на клавиатуре и тянем вниз вот примерно как-то сюда поровнее стараемся выставить так пытаюсь ну примерно как-то так нажимаем enter чтобы закончить нашу нашу резню еще раз нажимаем ok и тянем следующее ребро также стараемся выставить поровнее и enter для того чтобы закончить смотрим сверху как у нас получилось довольно неплохо четко ровненько вышло и сейчас нам нужно выделить все наши грани фейсы которые мы выделим в отдельный объект вот вместе с центральным кругом пин на клавиатуре и выбираем в появившемся меню selection и теперь у нас это отдельный объект поворачиваем переходим в edit mode почему у нас я хочу от экструдировать но не экструдируется почему переходим в object mode понятно у нас выделен не только этот объект у нас также выделен весь шлем нам нужно выделить только этот объект опять переходим в edit mode и выделяем наши грани и теперь экструдируем так я попытался через alt-extrude но куда-то не туда но экструдируется так если простой экструд то только вверх но меня тоже не устраивает потому что нижние грани я хочу чтобы по нормалям также все про экструдировалась как в случае с козырьком с нашим небольшим так вот alt-e по нормалям выбрали и ловим ловим немножко надо поймать этот момент чтобы оно пошло куда надо и теперь я хочу нижнюю часть нашего вот этого объекта утопить в козырек чтобы она не выступала вот этим горбом выделяю вот эту вершину клавиша g то есть grab передвижение и просто и вот сюда как-то утопить поаккуратней по незаметней примерно как-то так получилось но в принципе довольно неплохо смотрим что у нас получилось примерно как-то так теперь я немножко поредактирую наш шлем в object mode выделяем шлем и переходим в edit mode и теперь я хочу добавить модификатор мира но нет давайте сначала добавим пару ребер нашему шлему и после этого да мы займемся модификаторами я хочу убрать половину шлема и добавить потом модификатор мира чтобы то что я сделаю с одной половиной шлема идеально повторялась на второй половине шлема чтобы не приходилось одну и ту же работу делать дважды и причем чтобы все это идеально повторялась на второй половине выделяем половину шлема в режиме редактирования добавляем модификатор миррор и по оси Y только по оси Y все это делаем все это зеркалим вот что у нас получилось и теперь поработаем немножко с ребрами с вершинами которые мы только что перед этим добавили я хочу поработать вот этой вершиной чтобы немножко отвести стороны вот эти глазницы немножко заострить и в то же время давайте сейчас утопим 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 чтобы она не выпирала из общей плоскости шлема из окружности примерно как то так теперь у нас получается и теперь еще возле рта вершина наоборот вперед внутрь за стрим уголок и сейчас тоже сверху посмотрим чтобы она не выпирала сейчас вот так утопим вот примерно как то так смотрим что у нас получается вот примерно такой шлем у нас получается и теперь я хочу добавить еще один модификатор это solidify для того чтобы придать толщину нашему шлему автоматически появляется небольшая толщина ну тут можем подстроить как нам смотрится по симпатичнее толщина нашего шлема вот примерно вот так получается теперь можем опять нажать слэш и посмотреть что у нас в общем к чему мы пришли на данный момент вот такой шлем пока на этом пока все в следующем уроке продолжим уже как-то детализировать украшать наш шлем